мы приехали в ресторан китайской кухни number one вот такой вот зал здесь на первом этаже тут танцпол сегодня мы находимся в гостях ресторане number one это ресторан северной китайской кухни и николай управляющий данного заведения нам расскажет и покажет как приготовить новогоднее блюдо традиционной китайской кухни потому что скоро будет новый год у нас ресторан второй этаж это караоке да еще караоке зал есть это новый новый строй ну красиво у вас здесь русские песни есть китайские песни нет там выпей есть любой песни есть хорошо все сейчас мы идем на кухню готовить давай пойдем я хочу это на видео снять и подруги какой там самое популярное блюдо северной кухни не стенд сияла это сио лаку не защищенный пекин да пекин это туда где херунгьян сиан цанчун это сио лаком и китай это очень хорошо на кое самая популярная утка по-пекински утку нас тут есть я утку по-пекински как-то пробовала в нескольких заведениях я не понимаю честное слово я не понимаю это блюдо и утку просто может быть не люблю потому что вот в саня например тоже все рестораты говорят юля у нас самая лучшая утка по-пекински вот попробуй я сижу себе не понимаю что здесь что-то одинаково я могу отличить где вкусно приготовили объем жирный просто это могу разобраться например ну вот это надо сразу готовы они китают пошли такой есть внутри поставили это надо сразу выдаст 3 и и сухой чуть-чуть периода потом быстро кушать вкусный я называю китайский шаурмой потому что сколько там приносили подачи это оригинальная такая подачи нет даже получается лепешка потом овощи соус какой-то и кладешь кусок мяса заворачиваешь и кушаешь шаурма шаурмой конечно какое блюдо является визитной карточки там коронным блюдом знаковым в северной кухне что что можно назвать кроме утки по-пекински этого традиционно вот у нас допустим на новый год всегда в россии в странах снг оливье мандарины советское шампанское традиция китай пельмени это мы уже поняли а какое еще блюдо в северной кухне которые постоянно на всех но столе там на всех мероприятиях нового года обычно это рыба рыба готова но рыба это тоже хорошее строго что это китайская рыба называется ю это что деньги лично поставлю есть все с деньгами у вас есть телемени с деньгами рыба с деньгами рыба еще это тоже строго что но это ня ня ю ю китай есть такое да с роботом ня ня ю ю один год да постоянно лично есть карман лично есть не пьяный постоянно лично есть поэтому ю кушать кроме рыба кроме рыбы что еще какое можно называть которую постоянно на столе ванцы 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 это мясо и что делаем вот это шарики и тефтили это шарики и все там внутри есть все разное есть там есть рыба есть мясо с чем-то внутри они с мясом вместе делаем потом это один один садик в кляре это большое есть это мигболлы какие-то с чем-то это большое есть большое мясо есть 4 стук 4 стук это 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 как называют еще 1 Verforian 4 хороших 101 года éma спиры карман 보이 1 но 101 год NPAS грудиться хорошие QR 4 Schön Schön iversity Так, а снимать мы будем сегодня вот эту вот свинину в сладко-остром соусе. Такой нож опасный. Мелкой соломкой режем свинину. Он делает таким большим тесаком и даже страшно стало. Так, далее мы режем лук. У меня такое ощущение, что он сейчас ей пальцы отрежет. Прям страшно смотреть. Так, далее мы берем грибы. Ой, все, грибы исчезли. Так, значит, красный перец соломкой, зеленый перец, древесные грибы, лук, свинина и чеснок. Разбудку масла, целую бутылку масла. А это уже вторая бутылка масла. Так, добавили обычный картофельный крахмал. Сейчас масло раскалится и будет быстро обжариваться. Так, это уже очень хорошо. Я считаю, что это очень много, наверное. И это очень много, не в порядке масла. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...